Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий Отец Назарий. В прошлом нашем выпуске мы говорили о том, что такое прощение и нужно ли нам прощать людей. И в теории рассуждать об этом хорошо, правильно, но когда дело доходит до практики, до жизни, то все оказывается гораздо сложнее. Не так-то на самом деле просто порой простить обиду, нанесенную тебе в семье или близким человеком, другом, простить какое-то предательство. И разобраться в том, как на практике действительно научиться прощать ближнего, мы сегодня попытаемся с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Воскресения Христова, села Воскресенка, Ирея Максима Портнова. Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Тыц Максим, на самом деле, я думаю, вы не расталкивались с тем, когда человек, в том числе и христианин, который ходит в храм, приходит и искренне говорит о том, что я понимаю, что нужно прощать. В молитве мы об этом читаем, да, вот молитву «Отчинаш» мы в прошлый раз вспоминаем. Но он честно говорит, что я не могу простить, что вот та обида, которая мне была нанесена, тот поступок, который совершил этот человек, ну я не могу ничего с собой сделать, не могу я его простить и все. Хотя человек головой-то понимает, как христианин, он понимает, что он в том числе приходит и у Бога просит прощения. Но сам этого сделать не может. Но научиться этому хочется. Хочется ему действительно искренне простить и оставить вот ту обиду, ту боль, которая у него в сердце. Как батюшка научиться прощению? Это действительно очень сложно, потому что всегда вот обиды, которые в наш адрес идут, очень часто они бывают, ведь сталкиваются с тем, что, ну, не объективно. Есть вещи, в которых, да, действительно, я виновен. Я осознаю, что я, не знаю там, бываю импульсивным, что я могу сказать человеку что-то со злостью, не сдержать свои какие-то эмоции. И когда мне об этом вслух говорят, все становится очень просто и понятно, да, я действительно признаю, что во мне то-то, то-то, те или иные моменты, я действительно согрешил перед этим человеком. И тогда объективно, почему он на меня обижается, значит, и тогда понятно, почему я никак не могу это всё простить, потому что во мне вот эта вот скверность есть. То есть вот осознание своей вины в данной ситуации очень полезно. оно позволяет человеку рационально увидеть, что источником вот тех или иных слов или действий со стороны другого человека послужила в первую очередь моя вина. То есть моя несдержанность, моя в целом греховность, она стала источником. И тогда здесь получается такой плач и о себе самом, как несовершенном человеке, несовершенном христианине, который не может найти в себе ни сил внутренних, ни даже обращаясь к Богу, получается, моё сердце не откликается на молитву, которую я читаю, на исповедь, где я произношу эти слова. И вот здесь, наверное, стоит проливать слёзы о том, что мы несовершенны. Отец Максим, вот у нас есть пример самого Христа, который не сотворил ни единого греха, которого распял его собственный народ, предал на казнь. И Христос показал пример такой всеобъемлющей любви и все прощения, когда он на кресте, страдая, при этом молился Богу Отцу и говорил «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». То есть здесь мы видим, что у Господа не может быть грехов, но при этом он показывает нам примеры любви и прощения. Как вот быть в той ситуации, когда какой-то серьёзный грех совершил человек против нас, или, например, грех убийства. Такое тоже бывает, что убийца убил близкого человека, и тут у человека просто возникает, как я могу простить убийцу? Ну, это просто у человека, это в голове не укладывается. Как можно простить убийцу? Где я здесь могу найти свою вину, что он пришёл и кого-то из моих близких лишил жизни? И вот тут порой нам, даже священникам, ну, хочется только обнять человека и пожалеть его просто, потому что сказать здесь бывает даже нечего. Но всё-таки, отец Максим, можем ли мы что-то, вот, слово утешения или наставления дать таким людям, которые хотят прощать, но когда сталкиваются в жизни с какими-то серьёзными происшествиями, они просто не понимают, а как вообще здесь можно простить? Не думаю, что есть какой-то универсальный ответ на такие очень сложные вопросы, хотя бы потому, что каждая душа потёмки, да, как мы знаем. И для конкретно взятого человека только одна фраза из Евангелия может ответить на абсолютно все вопросы для другого человека, и целая Библия не даст ответы на всё то, что он испытывает, значит, и имеет. И здесь пример Христа, конечно, очень правильный. Но тут нужно понять, скажем так, некую логику, которой руководствовался Христос и который призывает Церковь. Следующий момент. Дело в том, что Бог смотрит на человека не в перспективе времени, конкретно сейчас, вчера или завтра, а Бог смотрит на человека в перспективе его вечности. И вот здесь Бог, как тот, кто находится вне времени, для Бога самым страшным является не столько сам момент греха, когда человек что-то делает, приступает к ту или иную заповедь. Причём в этом плане абсолютно неважно. Это заповедь, значит, то, что ты слово какое-то гадкое сказал, украл, например, у человека, значит, кошелёк. Или ты убил соседа. В этом плане христианство ставит заповеди на абсолютно одинаковую параллель. То есть любой грех приводит к тому, что разрываются отношения между человеком и Богом. Это для нас, для человека, кажется, что украсть кошелёк — это малый грех, а убить человека — это тяжёлый грех. Но для Бога это одинаковые понятия. И получается здесь очень такая сложная мысль, вот о чём я и говорю, что Бог смотрит не только на саму ситуацию, а что за этим следует. А следует вот этот вот разрыв между человеком и Богом. Поэтому, когда Христос на кресте произносит эту фразу «Прости ему, Отче, ибо не ведают, что творят», то Он говорит именно вот об этом разрыве и невозможности человеку соединиться с Богом. Так вот, Христос и приходит в этот мир именно для этого, что разрыв был настолько колоссальным, что человечество само в себе никак не могло преодолеть вот это вот, ну, в какой-то степени, наверное, как вот закон тяготения, и никак мы не можем из него вырваться. И вот Христос приходит, и через крест Он создаёт такой некий мост, значит, между миром человеческим и миром Божиим. И вот по этому кресту человек может перейти из одной области в другую. Но это возможно только в одном единственном случае, когда мы видим и свою причастность ко тому или иному греху и преступлению. И когда мы задаём вопрос самому себе, «А ты, друг, впустил ли свет в своё сердце? Или ты остался вот с этой тьмою?» И умение простить даже самые страшные преступления — это увидеть в другом человеке ту тьму, в которую он пошёл. И если мы не покинем такую же область, а ещё и сами туда пойдём, испытывая ненависть, злость, желание мести, то мы на самом деле не замечаем, как мы сами погружаемся в это болото, в эту пучину. И в итоге, вместо того, чтобы выйти из этой ситуации и пойти вверх, двигаться к Богу, мы воспринимаем это всё только в контексте моей личной трагедии, моей личной ситуации. И не видим это всё в перспективе именно с точки зрения вечности. А плач о грешнике, чего достигали, наверное, только очень великие святые, значит, это вот увидеть именно смерть для Бога, смерть для вечности. Вот, например, есть очень показательный в этом плане пример того, как мы, наверное, никогда не достигнем, значит, прощения. Это известная история с преподобной мученицей Великой княгиней Елизаветы Фёдоровны Романовой. Её супруга, Великого князя, убил террорист. Он бросил бомбу, значит, причём он был влюблён в Великую княгиню, она была очень красива, и он несколько раз порывался сделать это преступление, но каждый раз она с ним ехала, значит, там в карете. И вот он дождался, когда Великий князь будет один, и вот он совершил это страшное преступление. Так вот, Великая княгиня Елизавета, она пришла в тюрьму к убийце и подарила ему Евангелие. А перед Николаем Вторым она ходатайствовала о том, чтобы не было, значит, тогда высшей мерой был расстрел за такие грехи, как терроризм. И она просила заменить расстрел на ссылку. Так вот, чем руководствовалась эта женщина, видя перед собой убийцы её мужа? Она смотрела на обе личности именно с точки зрения перспективы вечности. Великий князь, её супруг, был всё-таки христианином, который мало-мальски стремился к Богу. А самое главное, он невинная жертва. А невинная жертва имеет большой потенциал попасть в Царство Небесное, потому что Господь самой вот этой вот жертвой покрывает в том числе и грехи человека. А террорист — это тот, кто сознательно пошёл на это страшное дело, и его перспектива движения была от Бога в сторону тьмы. И она как раз-таки уподобилась в этом плане Христу, который страдал, видя всю ту тьму, которая обуяла сердце и разум человека. И мысль о том, что этот человек теперь навечно останется в этой ситуации, в этой тьме, в этой погибели, в этих страшных размышлениях ненависти по отношению к своей жертве, которую он испытывал, вот это заставляло христианское сердце преподобного мученица Элисавета содрогнуться и постараться в эту тьму внести, вот как у нас в одном произведении, луч света в тёмном царстве. Здесь, Максим, получается, мы можем сказать о том, что вот эта ненависть и нежелание прощать, желание мести, оно убивает самого человека, который страдает от этой мести, от этой ненависти. И для нас, как для христиан, грустно и очень печально читать о том, когда люди, как в Средневековье, начинают желать и смерти, и казни, и мучениям страшным, и пыткам. И вот сразу вспоминается, как в Средневековье людей публично на площадь выводили, там люди брали детей, вот там фильмы особенно смотришь про Средневековье, там прям детей брали, как на развлечения шли, смотреть, как там будут казнить человек. И вот порой у нас тоже читаешь там комментарии где-нибудь в интернете или в соцсетях, в мессенджерах, что люди пишут о том, как нужно вообще поступать с людьми, которые какое-то там страшное убийство совершили. И ты как человек, конечно, понимаешь эмоции, потому что сам похожие эмоции испытал, мы с вами об этом говорили, когда рассуждали о теракте в Крокус-Сити-Холле, но и в то же время порой становится страшнее, а что же в нас самих происходит после такой трагедии, с которой человек сталкивается в своей жизни. Как нам сохранить тогда вообще свое человеческое лицо, как нам остаться христианами, не поддаться вот этой вот просто волне ненависти? Ведь это и цель дьявола, о чем мы с вами говорили в прошлом выпуске «Посеть ненависть, вражду». Поэтому пример княгини Елисавета, он действительно очень добрый, правильный для нас. Но все-таки для этого, мне кажется, нужна определенная смелость и сила духа, и помощь свыше Божия в том, чтобы уметь действительно сделать такой шаг навстречу Богу и навстречу прощению. В этом плане мне понравилось такое выражение, когда человек говорит о том, что вот он не может простить. Мне понравилась такая фраза, я не помню, кто я сказал, что вот когда будешь читать молитву «Отче наш», которую мы тоже вот говорили в прошлом выпуске, на моменте, где ты говоришь «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должников нашим, говори, и не оставляй мне моих долгов, потому что я не могу оставить долги моим должником». Это, по крайней мере, будет честно. То есть здесь, по крайней мере, ты будешь честен перед Богом. Ты честно скажешь Богу «Господи, я не могу простить», как вот сотник пришел к Богу, говорит «Господи, верю, помоги моему не верю». Это была искренность, связанная с таким сочаянием, что вот этот сотник всю жизнь пытался исцелить своего сына, нигде не нашел возможности для исцеления, и он уже потерял всякую надежду, всякую веру, но он был честен перед Богом. Мне кажется, вот в жизни нас, в нашей жизни, в жизни христиан, очень важно, и в моменте, когда ты не можешь простить человека, тоже быть честным перед Богом, честным ему сказать «Господи, прости меня, пожалуйста», а может быть даже не прощай, потому что я не могу сейчас простить. Но научи меня, как мне действительно пройти вот этот сложный этап жизни, научи меня прощению, научи, как мне преодолеть вот ту всю бурю эмоций, которые находятся в моем сердце. И вот по поводу вот эмоций, которые одолевают сердце человека, тоже хотелось бы на это внимание заострить, отойти как бы от таких вот серьезных каких-то ситуаций, перейти к более бытовым, к ссорам, к различным. Когда бывает так, что человек наоборот говорит, что он простил, и он вроде бы, да, я простил, все, я как бы, Бог с этим человеком, Бог ему судья, но каждый раз, когда он потом как-либо пересекается с этим человеком или заходит разговор об обидчике, человека внутри прям буря начинает развиваться, что вот он прям теряет покой, начинает какие-то гадости говорить об этом человеке, и как бы возникает логичный вопрос, а ты действительно простил человека или нет? Вот как быть в такой ситуации, когда вроде бы ты простил, а осадок и обида остались, и вот в процессе это периодически у тебя все всплывает. Как быть тогда вот такой ситуацией, Максим? Да, вы очень абсолютно правильно сказали, что вот человеку важно не просто простить в некой форме словесной или даже, может быть, каким-то действием отдать там что-то человеку или там отойти куда-то в сторону, но и еще целый ряд действий необходимо сделать. И вот таким действием является понуждение себя, в первую очередь, к молитве. Опять, может быть, это прозвучит несколько банально, но в этом действительно есть рациональный момент. Дело в том, что наш разум и наше сердце, они порой в разной плоскости находятся. И сердце может не откликаться на молитву, а голова тебе говорит, слушай, ну ты должен уже оставить, уже столько времени прошло, а ты все опять идешь и снова и снова напоминаешь самим о себе. И вот в этом плане есть советы святых отцов, которые говорят о том, что ты должен себя понудить. То есть как бы натренировать, я бы так, наверное, выразился, свое сердце, свой разум на то, что ты каждый раз прощаешь человеку. И вот когда ты снова и снова будешь, может быть, вот как вы предложили отче, читая молитву отче наш, добавлять вот эту фразу, значит, или еще в каком-то формате, но в конце концов твое сердце начнет откликаться и на ту мысль, которая постоянно в голове твоей крутится. И вот на практике это работает именно так. И тут еще важно понять одну очень важную деталь. Дело в том, что прощение — это тоже определенный дар Божий, который отсутствует в нас, но который мы можем получить в Боге. Сами по себе мы не обладаем этим даром. Как раз наоборот, мы обладаем всеми другими низменными вещами. И только обращаясь к Богу как источнику всех этих благ и добродетелей, мы и можем только получить вот эту любовь и прощение по отношению к нашему обидчику или еще кому-то. И тут условием прощения другого является, в чем и молитва и говорит, очень наш, осознание своих собственных грехов. То есть если ты просишь простить Бога за твои собственные недостатки, грехи, ошибки и так далее, то тогда и дай возможность Богу простить другого человека. Отец Максим, и вот последний вопрос. Мы все время говорили с позиции человека прощающего, как нам простить. А порой возникает такая ситуация, когда нас не прощают. И вот как нам быть в такой ситуации, когда человек хочет примириться, когда человек все осознал, все понял. Он искренне просит у человека прощения, ни в какую его прощать не хочет. И, ну, человеку тяжело. Конечно, разные люди по-разному переживают, да, ссоры, какие-то раздоры. Но бывает такое, что человек не может ночами не спать, его постоянно мысли одолевают, что нужно поговорить, как вот что мне сказать. Он не находит себе места. И вот в этот момент, когда все-таки он раскаялся, он какие-то свои ошибки понял, он приходит к человеку и хочет с ним помириться. Говорит, нет, все, я тебя видеть не хочу больше никогда. Я тебя никогда не прощу в жизни. Как нам тогда себя вести? Как вернуть мир, покой и в душе, и примириться с ближним? Ну, тут есть два момента. Во-первых, мы должны, ну, скажем так, честно себе признаться, а все ли я сделал для того, чтобы этот человек меня действительно простил? Потому что все-таки объективно говоря, мы порой недостаточно в полной мере со своей стороны что-то сделали. То есть ведь та или иная обида, которая произошла, она же не на пустом месте все-таки в основном. Да, мы говорим о какой-то конкретной ситуации, какой-то конкретной, может быть, фразе или действии с нашей стороны. Если мы ту причину наших обид значит, не исправили, то есть ты не прекратил, не знаю, там, материться. Тебе обвинили, что ты материшься, и тем самым вот наносишь оскорбление своему собеседнику. Значит, а ты не прекращаешь это. Ты у него просишь прощения, он тебя раз до этого простил, но ты снова начал этот грех делать. Он тебя два простил, ты снова вернулся к этому греху. И он говорит, слушай, я больше не буду тебя прощать. Ну, уже просто. Ты не меняешься, почему я должен каждый раз тебя прощать? И он будет прав в этом плане. То есть ты должен действительно сам измениться, изменить ту ситуацию, со своей стороны что-то сделать. Вот у нас есть пример Закхеи, к которому Господь пришел как грешнику. И он очень интересную фразу произносит в Священном Писании, что у кого я что взял, возвращу в четверицу. И кого обидел, тоже покрою. Значит, эти недостатки. А второй момент, то есть если объективно я все сделал со своей стороны, я действительно постарался, я действительно изменился и так далее, но та сторона никак все равно не хочет это сделать, то тут нужно остановить мои попытки донести до этого человека что-то и оставить человека с тем, что есть. Потому что ты не можешь, насильно мил не будешь, ты не можешь влезть в голову к этому человеку, что-то изменить, и тем самым, как бы заставить его исправиться. Это, кстати, очень важный момент, когда мы говорим о таком упертом грешнике. Иногда нужно оставить человека с его собственными недостатками и грехами, чтобы он в них поварился, может даже где-то дошел до некого дна и от него отталкиваясь уже двинулся дальше. Потому что пока он не увидит, но в том числе и оставленность со стороны тебя как близкого и не увидит свое одиночество и вот нахождение вот в этом вот состоянии, что я всех ненавижу, но я остался один, возможно, это и необходимо ему, чтобы начать понимать, что он что-то неправильно делает. А когда мы снова и снова перед ним, иногда даже присмыкаемся, бежим за ним, пытаемся ему говорить, слушай, ну прости, ну пожалуйста, человек своей гордости может сказать, «А, вот ты еще приползешь ко мне, ты еще там вот ко мне за мной побегаешь», но изменения в его сердце не происходят. И это самая большая трагедия. Поэтому объективно мы должны к этому подойти. То есть мы должны сделать ряд действий, но если мы убедились, что сделав, мы не добились его стороны ничего, мы должны оставить. Все. Мы все сделали. То, что у человека есть те или иные моменты, это уже его право, его выбор. Я со своей стороны должен продолжать, наверное, где-то сострадать, молиться за этого человека, просить его прощения, это чтобы Господь умягчил его сердце, но не навязывать себя. Спасибо большое, отец Максим, за беседу. Дай Бог, чтобы Господь смягчил наши сердца, научил нас прощению, чтобы действительно, когда мы говорим слово «прости», чтобы оно было искреннее, от сердца, с пониманием, и чтобы те конфликты, которые, может быть, есть в нашей жизни, раздоры, нежелание иметь общение даже между близкими, порой родственниками, чтобы Господь помог все это разрешить, чтобы в нас была смелость и возможность прийти, посмотреть в глаза человеку, которого мы обидели, который нас обидел, с которым мы находим в ссоре и искренне, честно сказать «прости меня, давай оставим все обиды в прошлом, и будем снова вместе действительно добрыми друзьями, ну или хотя бы постараемся преодолеть вот ту ссору, тот конфликт, который был». А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова